Здравствуйте! В этом уроке мы будем создавать отражение для коробки с программным обеспечением. Первое, что необходимо сделать, это отделить коробку от фона. Удаляем вспомогательную плашку и выставляем направляющие по контуру коробки. После того, как все направляющие выставлены, включаем привязку к направляющим. Активируем инструмент прямоугольник и рисуем прямоугольник. Задаем контрастный цвет абриса и преобразовываем его в кривые. Можно отрисовать контур коробки с помощью инструмента «Свободная форма». Активируем инструмент «Фигуру». И расставляем узлы кривой по контуру коробки. Убираем абрис, заливаем наш объект любым цветом. Открываем диспетчер объектов. Применяем к нашим двум объектам функцию формирования в режиме пересечения. Удаляем исходное растровое изображение. Наша коробка вырезана. Итак, у нас есть кривая, повторяющая контур коробки и основное растровое изображение. Активируем инструмент «Форма» и разъединяем узлы, которые находятся в вершинах боковой грани коробки. Разъединяем кривую. Теперь у нас есть две кривые. Одна повторяет контур передней поверхности коробки и имеет красный абрис. И вторая кривая у нас повторяет контур боковой стороны коробки. Я изменю цвет абриса на зелёный. Выбираем узлы, находящиеся в вершине боковой поверхности коробки. И соединяем их к прямой линии. Убираем абрис. Активируем кривую, которая повторяет контур передней поверхности коробки. Также выбираем два узла, находящиеся в вершинах коробки. И объединяем их к прямой линии. Убираем абрис. Выбираем кривую и исходный растровый объект. Применяем функцию формирования в режиме пересечения. Такую же операцию проделываем и для боковой грани. Кривые нам больше не нужны, мы можем их удалить. Переднюю поверхность коробки и боковую поверхность коробки группируем. Применяем к этим двум объектам функцию преобразования. Зеркальное отражение по вертикали. Разгруппировываем два этих объекта. И искажаем по вертикали сначала боковую сторону коробки. А потом переднюю поверхность коробки. Объединяем два объекта в единое растровое изображение. Осталось применить только эффект прозрачности. У нас получилась коробка с отражением. Добавим фон. Активируем инструмент интерактивная заливка. Выбираем линейный градиент. И меняем цвета градиента. Отправляем фон на задний план. И поправляем настройки градиента. У нас получилась вот такая коробка с отражением. Импортируем еще одно растровое изображение. Отделять коробку от фона мы будем с помощью растрового редактора. Coral Photo Paint. Активируем инструмент маска волшебной палочкой. Увеличиваем допуск. И инвертируем маску выделения. Создаем объект из выделения. Фон можем удалить. Завершаем правку и возвращаемся в программу Coral Draw. Открываем вкладку Упорядочить. Формирование. Граница. Поправим границу так, чтобы она была точно по контуру коробки. Активируем инструмент фигуры. Добавляем при необходимости узлы. И редактируем форму контура. В диспетчере объектов у нас отражены кривая, которая повторяет контур коробки. И основной растровый объект. Изменяем толщину абреса контура на сверхтонкий. Выбираем два объекта. Применяем к ним функцию формирования в режиме пересечения. Удаляем основной объект и кривую. Они нам больше не нужны. Копируем в буфер обмена основное изображение. Активируем инструмент нож. И разрезаем коробку точно под ребру. Наше изображение разделилось на два. Сгруппируем. Откроем докер преобразований. И применим зеркальное отображение по вертикали. Возвращаем из буфера обмена наше основное изображение. Разгруппировываем отражение. И поправляем отдельно отражение передней поверхности коробки и боковой. Для этого можно использовать возможность искажения по вертикали. Два растровых изображения отражения коробки растризуем в одно единое изображение. Нам осталось применить эффект прозрачности. Добавим фон. Продолжение следует... У нас получилась вот такая коробка с отражением. Откроем изображение коробки в программе Coral Photo Paint. Активируем инструмент «Волшебную палочку» и отделяем объект от фона. Инвертируем маску и создаём объект из выделения. Фон можем удалить. Изменим размер бумаги, открыв вкладку изображения «Размер бумаги». Увеличим размер документа. И переместим коробку немного вверх. Можем переименовать основной объект. Активируем инструмент «Прямоугольная маска» и вырезаем переднюю поверхность коробки. Создаём объект из выделения. Переименовываем и называем её «Фронтальная поверхность». Возвращаемся к нашей коробке и также с помощью прямоугольного выделения вырезаем боковую сторону коробки. Переименовываем. У нас есть передняя поверхность коробки, вырезанная отдельно, и боковая поверхность коробки, также вырезанная отдельно. Сгруппируем эти два объекта. Открываем вкладку «Объект», «Перевернуть по вертикали». Перемещаем вниз отражённую коробку. Выравниваем объекты по центру, по вертикали. Разгруппируем объекты. Искажаем по вертикали сначала боковую сторону коробки, а потом переднюю поверхность коробки также искажаем по вертикали. Объединяем два объекта, создаём фон и применяем к отражению эффект прозрачности. У нас получилась ещё одна коробка с эффектом отражения. Продолжение следует...